Друзья мои дорогие, всем привет! С вами как всегда Витальсон. Здесь у меня стоит остывает автоклав. В нем я готовил замечательную клубничку, просто чудесную. Скоро уже остынет. А сейчас мы с вами будем готовить не менее чудесные абрикосы. Они вкусные, ароматные, спелые. Сейчас я их хорошенько промою, вытащу косточки, в общем разделю напополам. И будем готовить их в автоклаве в сахарном сиропе. Что мы делаем сейчас? Вот абрикосики готовые, чистые, вымытые. И я подготовил пол-литровые баночки. Сейчас прям берем банки и не отходя от кассы, делим абрикосинку на две части, убираем косточку и укладываем в банки. Чтобы их туда-сюда не трепать, они очень нежные, сразу кладем в баночки. В итоге получилось 14 пол-литровых баночек. Вот так все красиво уложил. Отлично. Аромат на кухне стоит. Просто словами не передать. Сейчас буду делать сахарный сироп из расчета на 1 литр воды, 500 грамм сахара и сок одного такого небольшого лимончика. И потом заливаем по плечике сиропчиком. Сахарно-лимонный сироп готов. Его кипятить не обязательно. Я просто засыпаю сахар в воду, перемешиваю, включаю газ, сейчас уже выключил, перемешиваю, когда сахар растворился, выключаю, он такой чуть теплый. А вот крышки кипятить обязательно, буквально полторы-две минуты, чтобы уплотнительное кольцо размякло и получше присосалось к банкам. Все, сейчас заливаю по плечике и будем закрывать. Все, сейчас буду загружать автоклав. Банки закрыл, а из автоклава вынул клубничку. Ну, в автоклаве еще вода достаточно там горячая. Вот стоит клубничка, вот она. Все, теперь загружаем абрикосики. Автоклав загрузил, банок много, в два ряда получилось. Сейчас закрываю. Работать будем, опять же, на автоматическом блоке управления. Закрываю и начинаем. Ну, все, погнали. Так, ручной режим. Время стерилизации. Давайте сделаем 5 минут. Окей. И температуру сделаем 105. Окей. Остывание. Окей. Погнали. Короче, при 105 градусах 5 минут будет у нас идти стерилизация. Сейчас тент на полную мощность работает на 3 киловатта. Быстренько сейчас разогреет воду. Будет подниматься пар. Вот этот вот дышащий клапан закроется. Пар его подымет. И воздух лишний будет выходить вот по этой трубочке вот сюда. Будут бульки идти. Вот. Когда весь воздух уходит, это будет 100 градусов, мы закроем кран. Здесь температура подымется до 105. Включится обратный таймер. Дойдет до нуля. И все само собой отключится. Все. Закрылся клапан. Сейчас будет выходить воздух. Вот бульки такие. При 100 градусах, при достижении 100 градусов, закроем кран. И все. Вот и все. Процесс приготовления завершен. Сейчас идет уже остывание. Нам осталось только подождать. Никуда лазить не надо, пока не остынет. Ждем. Потом достаем баночки. И будем пробовать вкусняшку. Ребята, пришла пора. Самая вкусная пора. Это пора дегустации наших вкусняшек. Я почему-то уверен, что они вкусные очень. Потому что не может быть это невкусным. По баночкам у нас, как обычно, все чудесно. Все крышки вогнуты вовнутрь. Все великолепно. Посмотрите, какая красотень. Просто нет слов, одни эмоции. Выглядит все просто бомбически. Так, есть здесь у меня одна баночка. Вот эта, она поменьше. Из-под томатной пасты. Сейчас ее мы и будем пробовать. Я почему-то думал, что они пол-литровые. А они, оказывается, 0,44. Вот. А нифига не пол-литра. Сейчас вот эту баночку мы с вами и отведаем. Вкуснятинку откроем. У меня вот неудобно здесь. Стол занят, ребят. Оп. Характерный щелчок. Тут стол занят, тут стол занят. И я вот сижу вот так вот, как есть. Ох ты! Как мне написал один мой подписчик, я за варенье из абрикосов родину продам. Ну, в кавычках, конечно. Ох, какой аромат. Сейчас давайте в тарелочку. Опс. Аромат просто песня души. Смотрите. Посмотрим, что у нас на вкус. Тают во рту. Идеально то, что надо. По сахару то, что надо. Не приторно и не кисло. Прям вот такой баланс. Прям все как положено. Очень вкусно. Слаще не надо. Если слаще, то будет просто один голимый сахар. Я в том году переборщил с сахаром. Но не, вообще не то. Просто приторность такая даже. Вот это идеальное сочетание по сахару. Ребята, делайте. Не пожалеете. Это неимоверно вкусно. Поверьте моему слову. Хочу сказать еще пару слов об автоклаве. У кого еще автоклава нет, обязательно купите паровой автоклав Вень. На 42 или на 23 литра. Хоть с автоматикой, хоть без автоматики. Это не важно. Потому что он работает на газу, на дровах, на индукционной плите. В общем, на всем, на чем угодно. Но также и на тене. Такие вкусняшки. Я не знаю, как я раньше без них жил. Это вот на десерт. Десерты. Обалденные десерты. Я делал вот клубнику. Сейчас вот делаю... Сделал абрикос. Сейчас буду делать еще раз клубнику протертую. Буду делать в скорости... Ну, вернее, не в скорости, а по осени уже, когда пойдут груши. Естественно, я делаю всякие каши, малаши, мясные, консервы, рыбные. Все, что угодно. Если у вас автоклава нет, обязательно его купите. Обязательно. А в чем еще преимущество этого автоклава? То, что вся вот эта вот вкуснятина может храниться при комнатной температуре, если вы все сделали по технологии. У меня вся тушенка хранится дома в квартире при комнатной температуре в коридоре шкафчике. Я не ношу ее в тушенку сейчас в подвал. Так что для городского жителя автоклав это тоже обалденная вещь. Если нет там подвала, сарая, гаража. Также по промокоду VITALSON большими латинскими буквами вам будет скидка на автоклав. По ссылочке внизу переходите, указывайте промокод VITALSON и вам будет скидка. Если хотите купить самогонный аппарат, то бишь колонну VIN 6, которая становится на автоклав. И автоклав у нас идет уже как перевонный куб. То и на колонну VIN 6 у вас будет скидка. Также на колонну VIN от компании VIN COMBO называется. В общем, это автоклав и колонна прям сразу в сборе. Это называется COMBO. Тоже будет скидка. Потом колонна VIN REFORM 1,5 дюймовая, если вы хотите. Тоже будет скидка. В общем, на всю продукцию компании VIN в описании. Ссылочка, переходите, и вам будет ссылка. Вам будет скидка. Ребята, это вкусно. А представляете, вот вы когда уже сидите, допустим, где-то за столом, вы уже выпили, покушали, вам есть и ничего не охота, да, а выпить еще надо, вы выпиваете стаканчик и вот так вот берете вот так вот абрикосинку вот эту. И вы просто кайфуете, ребята. Вы просто кайфуете. Нет слов, одни эмоции. Песня души. Все, друзья мои, не буду я больше травить вашу душу. Ну, это реально вкусно. Кстати, по поводу абрикосов, много задавали вопросов. Витальсон, июнь месяц, откуда абрикосы? Это абрикосы азербайджанские. Очень спелые, очень вкусные, очень ароматные. Наших абрикосов еще нету, но скоро пойдут наши абрикосы. Они будут гораздо подешевле. Вот эти я брал по 180 рублей. Они будут гораздо подешевле, и я буду делать еще много-много-много абрикосов. А сейчас я пока буду делать еще много-много-много клубники, потому что она просто неимоверная. А какая настойка получается на клубнике? Я вчера буквально чуть-чуточку, чекунец, чекунец попробовал настойку. Просто обычный спирт, разбавленный дистиллированной водой до 40%, и в него я накидал клубнику. Она постояла, я вчера ее попробовал. Ребята, я сделаю обзор, сделаю дегустацию. Это ничем не сравнимое удовольствие, как это вкусно было. Все, ребята, я говорю, до свидания, до новых встреч. С вами был Самохончик Витальсон. Всем пока, быть добро. Субтитры сделал DimaTorzok